Все, что осталось от целой улицы в деревне Барки. Только по кирпичным трубам сгоревших печей можно посчитать, сколько здесь стояло домов. Пожар уничтожил все. Искореженный в огне металл, груды кирпичей и горы пепла. Здесь жили три семьи. Местные говорят, полыхало так, что казалось, сгорит вся деревня. Дети сидели вот здесь около дров, увидели. А мы пока с водой бежали, махом, и вот дома сгорели. Люди без желез остались. Ну как это так можно? Все безлаберно. Ветер начался, но все сухо, все в траве. Ну как это можно? За 10 минут огонь по сухой траве добрался и до жилья. Люди до сих пор не могут оправиться. Надежда потеряла все. Живет теперь у дочери. Вспоминает, из дома выбегала, в чем была. Ничего я не смогла спасти. Потому что пока я ходила, собирала. Потом выходила, она вышла на улицу, и меня просто огнем отбросила на садик и сумка, которая была с документами, и все. Она просто выпала у меня. Я сама еле ушла. Мне кричат, уходи, сама сгоришь. Я кое-как перебралась, и вот выбралась, и все. Деревенские говорят, дымило в округе уже недели две. Зеленая трава еще пойти не успела, а сухостой горел. Сейчас пожарные дознаватели выясняют, кто же все-таки виноват. Сразу после пожара по периметру деревни сделали вот такие земляные разрывы. Но спасут ли они в случае серьезного возгорания, непонятно, потому что окраины буквально поросли бурьяном и окружены полями с сухой травой. Похожая ситуация почти в каждой небольшой деревушке. Жаркая и сухая погода словно провоцируют стихию. Только на востоке края с начала сезона спасатели тушили траву около 20 раз. Лесных пожаров уже больше сотни. 13 из них действуют до сих пор. Анастасия Мосин, Александр Шумилин, Енисей. Новости.